Срулил. Смотрите, друзья, какой почтовик. Вот так, видите, подъехал. Смотрите, раз, зашел. Сейчас я вот. Ты подойдешь и возьмешь у него, да, ключи? А, он не хочет. Кто? Не-не, не с ним, я хочу эту заснять. Малалайк. Сам аппарат хочу заснять. Вот, смотрите. Вот на таком вот аппарате. Симняя резина уже стоит. Да-да. Смегованная. Вот на таком вот развозят почту. Видите, разные письма лежат, конверты. В Швеции сейчас находимся. В городе Гетебург. Смотри, у него здесь две, получается, педали, да? Похоже. Я переключаюсь скоро назад-вперед. Назад-вперед, да-да-да. Газ, тормоз. Автомат, короче. Да-да. Дима, сколько, примерно, думаешь, они в месяц имеют вот эти почты, зарабатывают? Вот если на почту устроился, работать. Я думаю, может, 1012 после налога. 1012, да, это получается около полторы тысячи евро. 1400, 1500 примерно. Может, 1015, 16, 17 до налога, ну и после. В зависимости, как они работают. Они тоже работают с понедельника до пятницы. Выходные почты не разводят. Может быть, только если рекламу, да? Если рекламу, да? Ну, нам приходит реклама по воскресенью, я никогда не видел, кто ее приносит. Ага. Почтальоны, это же просто те люди, которые работают. Работают, да. Да, рекламу вообще делают это. Ну, это же государственная же почта, да? То есть, есть еще как бы частные. Наши внутри города. Все, что мы можем посмотреть. Соответственно, да, это государственные. Государ, потому что я такие вижу по всему, по всей Швеции. Они такие большие есть, огромные есть, вот такие вот маленькие. Есть велосипеды даже некоторые. Велосипеды, да, да. Вот видишь, как хорошо ты тогда спрашивал, занимаются ли спортом в этой стране, да? Потому что даже, то есть, вот, мотоцикл, свежий воздух, да, и лето на велосипеде ездит. Соответственно, физподготовка уже к началу летних сезонов на пляже. Все верно. Так, ладно, друзья, такая маленькая зарисовочка была про почту. Как вы поняли, около полторы штуки евро он получает. Это он пять дней, наверное, работает в месяц. Ой, футы в месяц, в неделю. В неделю, да. Ну, примерно, да. Может быть, меньше, есть разные ставки, есть 100%, ты работаешь постоянно. Я буду судить по нашему другу Саше. Есть люди, 100%, то есть, он работает, у него схема. Он работает вместе, он знает, когда, во сколько и где. И, соответственно, почти каждый день. То есть, и субботы, и воскресенье тоже, да? Я не думаю, субботы не разложит почту, может быть, рекламу. Письма не приносит. Письма приходят с понедельника по пять, как я знаю. А газеты, может быть, как-то на выходные кто-то этим занимается. Может, это и сами рекламные фирмы, которые разложат почту. Или же те люди, которые на них работают. 75% он работает, то может быть, да, соответственно, 75%. Несколько дней в неделю, может быть. 50% и ниже 25%, что очень редко. То есть, можно выбирать. А есть такая тема, Вадим, смотри, есть такая тема, по крайней мере, как мне сказали, а срулил. Ну, вот так вот уехал. Уехал. Здорово. Вот Михаил. Здорово. Наш друг. Привет. Привет. Анзор. Анзор. Миша. Как жизнь, Михаил? Ты уже в прямом эфире. Тебя видит не только Гетебург. Что говорить? Все, что душе угодно. Как жизнь-то вообще здесь у тебя, в этом городе? Так холодно. Холодно. Давно здесь? Лет 5-6. А откуда? С Урала. С Урала? Спасибо. Рад, что переехал или тоска мучает ночами? Сейчас уже тоска, сейчас уже обратно буду переехать. Обратно будешь ехать, да? Нет. Почему? Из-за работы или просто реально тоска? С оградителем, а потом мы учем в другую страну. Ты, наверное, в Америку хочешь уехать? Нет. В Таиланд. В Таиланд? Зачем? Там теплее. А ты был там? Поэтому, наверное, хочешь. Нет, ну я проездно был в Бангкоке один раз. Ага. Ну что, пошли? Я думаю, ты там замучаешься. Ладно, друзья, пока выключаюсь. Ага. Смотрите отзор того и двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.